Часть вторая Оголо полудня бричка свернулась с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорышка услышал тихое, очень ласковое журчание и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из колма склеенного природы, из громадых уродливых камней, сквозь трубочку из полиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю и прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от колма маленькая речка расползалась в лужицу. Горячие лучи и раскаленная почва, шадда, выпивая ее, отнимали у нее силу, но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такой же реченкой, потому что шага к ста от холма по ее течению зеленела густая пышная сока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетела три бекаса. Котики расположились у речья отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичев, отец Христофор и Егорушка сели в жидкие тени, бросаемые бричкой и распоряженными лошадьми, на разосланном войлоке и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу отца Христофора, после того, как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково скринул на Егорушку, пожевал и начал. Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста Бог вложил в меня смысл и понятия, так что и я не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. Пятнадцати лет мне еще не было, а я уже говорил и стихи сочинял по-латынски, все равно как по-русски. Помню, был я жезлоносцем у преосвященного Христофора, раз после обеда, как теперь помню. В день тезаименитства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного он разоблачался в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает «Пуэрбон к вам, апеларис?» «Милый мальчик, как тебя зовут?» «Я отвечаю. Христофора сум». «Христофор». «А он?» «Эрго конуменати сумус». «То есть мы, значит тезким». Потом спрашивает по-латынски «Чей ты?» Я ей отвечаю тоже по-латынски, что я сын диакона сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ястость ответов, преосвященный благословил меня и сказал «Напиши отцу, что я его не оставлю. Я тебя буду иметь в виду». Претоиереи и священники, которые в алтаре были, слушая латынский диспут, тоже немало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уже, брат, читал и по-латынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне Бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благотетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж. Светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать, науки продолжать, да родители не благословили. «Ты, — говорит отец, — весь век учиться будешь, когда же мы тебя дождемся». Слышав такие слова, я бросил науки и поступил на место. «А ну, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался. Старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание, паче, поста и молитвы». «Должно быть, вы уж все науки забыли», — заметил Кузьмичев. «Как не забыть? Слава Богу, уж осьмой десяток пошел. Из философии и риторики кое-что я еще помню. А языки и математику совсем забыл». Отец Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал в полголоса. «Что такое с существом? Существо есть вещь самобытная, не требуя иного ко своему исполнению». Он покрутил головой и засмеялся от умиления. «Ха-ха-ха, духовная пища!» — сказал он. «Истина! Материя питает плоть, а духовная пища — душу». «Науки науками!» — вздохнул Кузьмичев. «А вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука!» «Человек не иголка, найдем! Он теперь в этих местах кружится!» На досоге пролетели знакомые три Бикаса. И в их писке слышались тревога и досада, что их согнали с ручья. Лошади степенно жевали и повыркивали. Дениска ходил около них и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, ослеплявших лошадиные шивоты и спины. Он апатично, издавая горлом какой-то особенный, ехидный, победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо крякал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти. — Дениска, где ты там? Пойди ешь! — сказал Кузьмичев, глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся. Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе пять крупных из желтых огурцов, так называемых желтяков. Выбрать помельче и посвежее он посовестился. Взял два печеных яйца, черных и с трещинами, потом нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка. — Бери, бери! — поторопил его Кузьмичев. Дениска решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле, спиной к бричке. Точно же послышалось такое громкое сживание, что даже лошади обвернулись и подозрительно поглядели на Дениску. Закусившие Кузьмичев достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке. — Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, сколенов на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что свеченники носят брюки, а на отце Христофоре были настоящие парусинковые брюки, засунутые высокие сапоги и кургузая пестрединная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он со своими длинными волосами и бородой очень похож на Робинзона Круза. Разоблачившись, отец Христофор и Кузьмичев легли в тень под бричкой, лицом друг к другу, и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке животом веих и тоже закрыл глаза. «Поглядывай, чтобы кто коней не увел», сказал он Егорушкой и тотчас же заснул. Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади, да похрапывали спячие. Где-то не близко плакал один чибис, и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетевших поглядеть. Не уехали непрошенные гости. Мягко картавя журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту. Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня. Равнину, холмы, небо, лиловую даль. Только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко назади. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире. На нем лепился небольшой поселок из пяти-шести дворов. Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней. Точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать, Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетевший к осоке на водопой. И сам не заметил, как очутился опять возле брички. Дядя и отец Христофор крепко спали. Сон и должен был продолжаться часа два-три, пока не отдохнут лошади. Как же убить это длинное время и куда деваться от зноя? Задача мудреная. Машинально Егорушка подставил рот под струйку, убежавшую из трубочки. Во рту его стало холодно и запахло болеголовым. Пил он сначала с охотой, потом через силу и до тех пор, пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Резо дядя по-прежнему выражала деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичов всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели и же херувимы, думал о своих делах. Ни на минуту не мог забыть о них и теперь, вероятно, ему снились стюки, шерстью, подводы, цены, варламов. Один же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельчало не столько само дело, сколько суета и общение с людьми, присуще всякому предприятию. Так, в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть, варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье под бричкой, еда не вовремя. И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно быть, преосвященный Христофор, латинский диспут, его попадья, пышка со сметаной и все такое, что не могло сниться Кузьмичеву. В то время, как Егорышка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалось то справа, то слева, то твейху, то из-под земли, точно над степью носился неведомый дух и пел. Егорышка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня. Потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава. В своей песне она, полумертвая, уже погибшая, бессловно жалобно и искренне убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце вышло ее понапрасну. Она уверяла, что ей страстно, хочется жить, что она еще молода и была бы красива, если бы ни зной и ни засуха. Вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя. Егорышка послушал немного, ему стало казаться, что от заунывной, тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее. Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь стучать ногами, побежал к осоке. Отсюда он поглядел во все стороны и нашел того, кто пел. Около грани избы поселка стояла баба, в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, что-то просеивала. Из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сожжень от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песней, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на кумачевую рубаху Егорушки. Песня стихла. Егорушка поплелся к бричке и опять от нечего делать занялся струйкой воды. И опять послышалась тягучая песня. Пела все та же голенастая баба за бугром в поселке. К Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза веих. То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой на одном из больших неуклюжих камней стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлой, с большим, оттопыренным животом и на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачевую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его, а бричка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство. Быть может, он и сам не заметил, как приятный красный цвет и любопытство притянули его из поселка вниз и, вероятно, теперь удивлялся своей смелости. Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость. После долгого молчания Егорушка спросил, «Тебя как звать?» Щеки незнакомцы еще больше распухли. Он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пожевелил губами и ответил сиплым басом, «Тебя!» Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит, задрав вейх одну ногу, нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень. Отсюда он, пятясь назад, и глядел в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади, поднялся на следующий камень и и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра. Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову. Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем, душном воздухе, ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра прошло уже сто лет. Не хотел ли Бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и как холмы окаменели бы и остались навеки на одном месте? Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя. Лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижную, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше. Она потянула за собой бурую траву, а соку, и Егорушка понесся с необычайной быстротой за убегавшую далью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним вдогонку несли зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза. Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что он скачил, быстро почесал плечо и проговорил «Анафима Идолова! Нет, на тебя погибели!» Затем он подошел к ручью, напился и долго умывался. Его вырканье плеск воды вывели Егорушку из забытья. Мальчик поглядел на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор, и спросил «Скоро поедем!» Дениска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил «Должно скоро!» Он вытерся подолом рубахи и, сделав очень серьезное лицо, запрыгал на одной ноге. «А ну-ка, кто скорее доскачет до Осоки?» сказал он. Егорушка был изнеможен зноем и полусном, но все-таки поскакал за ним. Дениске было уже около 20 лет. Служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змей, гонять голубей, играть в бабки, бегать в догонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыгания на одной ножке или подбрасывания камешков. Всякому взрослому при виде такого искреннего увлечения, с каким он резбился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить «Эх, такая дубина!» Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного. Пусть играет, лишь бы не дрался. Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой породистый пес и начинает играть с ними. Дениска перегнал Егорушку и, по-видимому, остался этим очень доволен. Он подмигнул глазом и, чтобы показать, что он может проскакать на одной ножке какое угодное пространство, предложил Егорушке не хочет ли он проскакать с ним по дороге и оттуда, не отдыхая назад к бричке. Егорушка отклонил это предложение, потому что очень запыхался и ослабел. А вдруг Дениска сделал очень серьезное лицо, какого он не делал, даже когда Кузбичев разбегал его или замахивался на него палкой. Прислушиваясь, он тихо обустился на одно колено и на лице его показалось выражение строгости и страха, какое бывает у людей, слышащих ересь. Он нацелился на одну точку глазами, медленно поднял в ей кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал животом на землю и хлопнул лодочкой по траве. Есть! Прокрепел он торжествующе и вставший поднес глазам Егорушки большого кузнечика. Думая, что это приятно, кузнечку Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой зеленой спине и потрогали его усики. Потом Дениска поймал жирную муку, насосавшуюся крови, и предложил ее кузнечку. Тот очень равнодушно точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими похожими на забрало челюстями и отъел мухи живот. Его выпустили, он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и опустившись в траву тотчас же затричал свою песню. Выпустили и муху, она расправила крылья и без живота полетела к лошадям. Из-под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичев. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль и по этому взгляду, беззвучно скользившему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и варламове. Отец Христофор, вставайте, пора, заговорил он стревоженно. Будет спать, и так уж дело проспали. Дениска, с такой же улыбкой, с какой уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он неспеша вытащил из кармана маленький засаленный псалтырь и, став лицом к востоку, начал шепотом читать и креститься. Отец Христофор, сказал укоризненно Кузьмичев, пора ехать, уж лошади готова, а вы ей Богу. Сейчас, сейчас, забармотал отец Христофор. Кофизмы почитать надо, не читал еще нынче. Ну, можно и после с кофизмами. Иван Иванович, на каждый день у меня положение, нельзя, Бог не взыскал бы. Целую четверть часа отец Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Гузьмичев почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда отец Христофор после каждой славы втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтобы другие крестились, говорил трижды «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе Божия!» Наконец он улыбнулся, поглядел вверх на небо и, кладя псалтырь в карман, сказал «Финис», кончил с латыни. Через минуту Бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше. Путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца. Мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы и все те же грачи до коршун, солидно взмахивающий крыльями, летали над степью. Воздух все больше застывал от зной и тишины, погорная природа цепенела в молчании. Ни ветра, ни бодрого свежего звука, ни облачка. Но вот наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью. Я, готово! И нахмурилось. Вдруг стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и шумом со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот. На дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солом, стрекоз и перьи, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманило солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь, прыгая, побежали перекати поля, а одно из них попало в вихрь. Завертелось, как птица, полетела к небу и, обратившись там в черную точку, исчезла из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорышка видел, как два перекати поля столкнулись в голубой пышине и вцепились друг в друга, как на поединке. У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькнет над водой, крылья сливаются с усиками и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков. Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вейх по прямой линии, потом, вероятно, испуганные облаком пыли, понесся в сторону и долго еще было видо его мелькания. А вот, встревоженный вихрем и не понимая в чем дело, из травы вылетел горостель. Он летел за ветром, а они против, как все птицы. От этого его перья все рошались, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый внушительный вид. Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами черстую землю. За холмами глухо прогремел гром, подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. Отец Христофор и Кузбичев, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы. Хорошо, если бы брызнул дождь. Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга и степь взяла бы вей. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух уложила пыль и опять, как будто ничего не было. Наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл и одни только встревоженные чивеси где-то плакали и жаловались на судьбу. Затем скоро наступил вечер. Редактор субтитров Корректор А.Егорова